привет друзья с вами первый образовательный алкогольный канал меня зовут игорь черский а моего сына по-прежнему зовут мишиша привет здравствуй мы продолжаем серию выпусков про игристые вина которые у нас народе принято называть шампанским вот и это уже по моему скоро уже их 20 будет у нас на канале если не больше вот сегодня все будет по-другому мы взяли в другом магазине мы взяли другое шампанское и у нас в другую сторону вот колпачок точно да вот это самое главное то что мы у нас другую сторону колпачки это кардинально меняет все что вы сегодня видите значит сегодня у нас будет обзор вин из пятерочки первым делом я хочу поблагодарить тех замечательных людей которые присылают донаты они не очень большие но сумме вот набралось да я даже да я даже вот купил некоторые подороже у нас сегодня короче будет три брюта вот значит вот эти вот этот 800 это 900 вот это 350 вот но они все три брюта да и потом у нас будет кава которая полусухое полусухого у нас еще не было и закончим мы советским шампанским за 240 рублей просто хочется понимать да насколько оно похоже на то советское шампанское которое я помню а миша надеюсь что он с ним не был знаком вот но сегодня познакомиться чтобы было с чем сравнить но это не честно а она же стоит дешевле во много раз всех остальных мы же у нас же не будет победителей побежденных мы просто будем оценивать качество напитка да за свои деньги то есть вот и при цене 900 рублей и готов отдать вот эти деньги за эту бутылку или вот ты лучше возьмешь за 240 потому что она в принципе не хуже там в три раза так достаточно слов переходим к первой нашей бутылочки москатти пино гриджо док дели венец с пуманта я это прекрасно почитал потому что про написано на русском место происхождения винограда италия игристый вино брюд белое состав вино из сорта винограда пиногриджо антиокислитель консервант но это понятно так алкоголя здесь 11 процентов объем 0 75 дата розлива кстати 8 февраля 23 вот круто итальянцы прям для нас москвати сделали да не москати миша это мускатик мускатик это один из любимых вообще моих этих сортов винограда они бывают и полусладки очень вкусные вот но посмотрим какой брюд хорошо да я кстати да я я еще замечу что вот в чеке пятерочки это пробита как вино мосп гре вен с п и бы о да вот так они прикольно сокращают вот я могу чертежи какие-то я вам пачек вообще никогда не понял что я купил так шифрует их прям да напомню же наши службы и опасные трудно потому что вот во время прошлой дегустации у нас пробки стреляли достаточно сильно но все может в один момент закончится но не в один но вот не в один в два момент поэтому да мне тут все советую что надо придерживать но попытаемся продолжать поддерживать подожди я пока поддерживаю сейчас о что 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 открылась силы до получилось но потому что я придерживаю вообще на самом деле не правильно как из видео я даже не узле не снял потому что насмотрелись мы в прошлых выпусках на все вот эти вот взрывы какой дым дымок да 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 и дым игристого нам сладок и приятен так наливаем социально ответственно ты миша уже можешь профессионально оценить перляж шутка перляж миша то что остается после пены ну да это вот это вот результаты газации но я бы не скажу здесь прям такой мелкий мелкий но такой нормальный в общем симпатичный так цвет у меня вообще абсолютно белый такой вот это как бы означает что уж точно но не испорчены вот потому что начал бы был желтый так оцениваем ароматику миша что ты чувствуешь первом носе но не естественно романтика мне кажется что противо естественно так миша ушел от ответ значит я тут чувствую яблочки я тут чувствую яблочки такие даже чуть-чуть запеченные ну вот и даже такая немножко но булочка как это положено вот хотя булочка тут меньше представлена чем яблочки яблочки прям замечательно ваш здоровье дорогие друзья то я здоровья дорогой миша счастья тебе и радости в новом году него всех последующих давай а подожди как я учил чокаться миша значит во первых держать надо снизу чтобы твоя рука не нагревала игристое как меня поправил дамя поправил один из подписчиков огромное спасибо я этого не упоминал значит вот вот вы держите пониже да тогда не нагревается игристое и звук вот этот как пушкетеры держим фиктуем давай так он не объяснил это нельзя бокал вот так держать он нам не говорил я же не нагреваешь так миша что у нас во вкусе сколько чего сколько дизнам учил 8 до ну друзья смотрите но я вам так скажу что прям ничего такого сверхъестественного здесь нет вот газация такая ну слабенькая вот она но опять же тоже чувствуется яблочки чувствуется немножко может быть оттенки года персика чего-то такой фруктовенькая но вот она не колючим она просто неинтересно она не волос от рублей вы получаете вино да это вино но меньше прав она она реально не очень интересно не колючая вот ну ну как то вот ну чё-то вот днем не хватает и кстати вот муската вот этого обычного до который я говорю вот тут как тут вообще не чувствуют мускат это обычно прям сразу вкусно да здесь он можно было конечно же оно должно подышать вот но тогда в конце выпуска нет тогда из него просто выйдут все пузыри вот и вообще вообще она мне почему-то безумно напоминает тихое вино да вот кажется да зачем они его сделали гриста я не знаю но вот я не знаю как они его сделали но я не может ему просто газировали вот смотрите вот мы разговариваем сколько минуты 3 но уже все пузырей уже нет перлят перляж вышел да а я вам скажу что в качественном игристым да но особенно в шампанском да там тоненькая струйка вот как будто там водолазик такой на дне она будет подниматься еще очень долго здесь то нет все все это вышло что они просто план пивы поняли и такие что он делать с вином а сделаем к серию гриста вода нет но друзья на просто остается обычная тихая вино обычная пиногриджо такое довольно среднего это не праздничать я бы за этого 800 рублей бы платить не стал вот и но х это хорошая новость для тех кто не любит все вот эти пузыри да то есть то кому нужен праздник но кто собственно потом как это высоцкий пел зачем покупать шампанское на новый год все покупают шампанское как масса людей за нет уже в песне высоцкого была фраза помешивая в облую бокале что вышел газ от газа он блюет извините да вот сидит я помню у него хорошие были и пьет новый год вторую четырюмку но не помню до конца но в общем вот так вот было да ну помешивая в облую бокаль я еще не пробовал но в общем так себе вариантик прямо скажем так переходим к следующему образцу это просека вот похоже что из той же серии вела дель мар просека док и гриста вино брюд белое место происхождения града винета и италия год урожая 21 я вот заметил не слишком много вот этих вот мелких таскать как-то велососочетание в названии пытаются будто бы запутать и не за производили другой импортер тоже вот этот империал вин такой же алкоголь 11 ну сравним посмотрим что нам больше понравится так открываем социально ответственно да но вот здесь док написано док это говорят хорошо и вот здесь док написано мы на прошлом тоже было написано док точно да где-то видел док я не видел глаза до дель венеция док но что-то это какой-то ну какая-то значит не особо показывает качестве может хорошо так так миша вот интерес ты кстати запоминаешь чуть и понравилось вот например в прошлый раз у меня про память ресурана конечно да те которые не стреляют нет а какие конкретно вот ну вот подойдет тебе девушка да и спросят миша вот скажи пожалуй подскажи мне какой-нибудь какой мне взять игристая розовая розовая какое розовая розовая ну а какое ну с крышкой с какой крышкой ладно каша открывай только не красный провод лишь я уже всех открываю не не снимая даже мюзле чтобы вот прям держать мне кажется тоже гусируйся она тоже нибудь стрелять много такой же мне кажется супер они вообще очень похожи смотрим что там будет внутри да не оба они белые подожди а ну да это как с этими как с классами есть классы которые после всех супермаркетов делают версию для супермаркета а он кстати какой-то белый ну и да то то тоже было белым даже я у как-то стихнул и все у него не такая не прочитал сорт винограда вообще здесь был указан какой-нибудь а вот из из сорта винограда глера или глера а этот был из сорта винограда пиногриджи можно посмотреть какой отличный перляж остается сейчас посмотрим какой должен вообще он тоже довольно крупный да и мне кажется с ним с ним будет все так же да уже почти как давай ароматации но кстати похож кстати похож да уже нет вот здесь яблоки более пожухлые здесь яблоки посвежее ну тоже не что-то там сверхъестественным естественным вот так но это так хорошо ваше здоровье дорогие друзья так миша как ты держишь бокал чтобы нагревать а как надо держать так надо верхними верхними частями лишь нет не так давай еще раз ну примерно ваше здоровье не знаю пап давай мы будем под своим выпуском будем покупать слушай то ли мы с тобой зажрались то ли не знаю но вот они какие-то ну шампанского вот в игристом да хочется как это колючесть вот этот кислотный что тут ну такое чтобы вот ну а тут вот и какие-то ровные какие-то они детские шампанские да и и знаешь как бы 900 рублей за просек это больно да то есть как бы но мы сейчас сможем такую противоречивую фразу сказать что за 800 рублей нет ни одного нормального шампанского только за 300 за 400 не-не-не друзья вот мы еще раз убеждаемся что это самое правильный повод поддержать отечественного производителя потому что в выпуске из красного и белого бы мы пробовали кубань вино там они стоили там до 400 рублей точно и мысхака тоже было в этом же диапазоне это были прекрасные вины яркие интересные колючие вот и и праздничные да а вот это у меня полное ощущение смотрите вот тут даже вообще уже никаких пузырей вообще ничего вот то есть но ничего не правда не жалко было 900 рублей это вот ну это же донаты миши это же люди пожертвовали чтобы мы дегустировали как я мог не купить они не писали полное ощущение что это просто тихие вина которые там накачали газом газ вышел уже ничего не происходит а мы можем возврат оформить за куполе книжный с ума зажжу что нет возврат если бы они были испорчены они не испорчены и просто не радуют понимаете вот они не радуют хотя конечно вас и под этим выпуском 3000 лайков наберется мы оформляем возврат да никто это не вернет нет друзья но правда но вот что-то вот как-то не радует меня эти вина прямо скажем вот обидно хотя в целом я пятерочку люблю и там есть очень удачные мы снимали обзоры пятерочки вам что с денисом руденко он там подсказывал вот но пока кубань вино и мыс как они в общем существенно опережают вот дешевле и в жизни название ладно вот ну хорошо сейчас мы попробуем опять же по моему это наши это 350 рублей я так вообще никогда не видел вот но миша вот мела де ора вот по твоему когда должен где должен быть сделал брюд который называется мела де ора какая страна де ора это испании в италии смысле конечно значит так миша игристое вино брюд розовый выдержанный мела де ора сорт винограда раконцители сапирави ну как мы уже убеждались да чтобы сделать розовый вы они подкрашивают раконцители красным спирали место происхождения винограда барабанная дробь россия северокавказский федеральный округ так тут еще нифига себе тут еще и сахар они добавляли прекрасно круто виноград сортов грацители сапирави сахар белый вообще отлично подожди а какая же это тогда была кислятина если они добавляли сахар чтобы получить брюд давай не будем преждевременно ладно ладно попробуй это это изготовитель о салют республика салют северная сеть алания если у вас нет салюта но год да слушай вообще интересно конечно должно должно оказаться бомба так а сколько нем алкоголь подождем шалька еще один от 11 до 13 чуть побольше это какой-то прикол то что я не знаю 13 ну так нет а уже дрожжи съедает гулять может на зависимость так снимаем фольгу мне кажется иногда что прям вот когда снимаешь фольгу нужно выстреливать но вот это кстати может бахнуть мне кажется потому что это не какие-то тихие газированные диета где что ну где газировать что вывести за город и взорвать там ты минуты не ты сейчас вообще не поддерживаешь шо я просто большое даже так не удержу да ты удержишь я могу даже с подожжать будем втроем или вдвоем мы должны победить этого монстра подожди да не может и не бахнуться о это ты грамотно сделал ну или там нету нету пузырей слушай мы же все не дико охладали и прям очень хорошо что ты сначала дал выйти а потом как бакил полностью мне слушай прошлом выпула и там стрельба была более звук но мы наверно долго очень так можно сажались просто уже очень люблю сахар но тут нам да я люблю сахар так хорошо так в аромате у нас очень слабый аромат не легкие вареничные нотки присутствуют но я помню а как называется вот когда минеральная вода там какие-то вот эти вот минералы чувствуется забыл но как будто минеральность это называется ну вот условно есть архивиста вот эти вот минеральная вода нет но прям которая медицинская горная такая лечебная ну типа ваша зарядка такой запах лечебный так ты как держишь когда ты научишься держать о хоть чокосом научились ну такое ну вот вот я недавно у меня на работе закончился сахар и нужно было поймать что в чай добавить я добавил туда сосательную конфету и вот по вкусу вот это да миша абсолютно прав по вкусу какие-то леденцы растворю не просто взяли расплавили ну да то есть вот и какая-то вот пена тут вообще какая-то странная знаете вот вот такая пена как раз образуется вот посмотрите да вот а вот такая которая держится вот кругом да из непонятно что она образуется когда вы берете варенье да и разводите его водой или теплой или какой-то вот обязательно по кругу идет вот это вот пенка так что я не знаю какой там аркацители но понимаете вкус не отвратил вкус нормальный вкус такой но такое знаете варенье наверное на что это похоже больше но нечто среднее между малиной и клубникой такое очень разбавленная да и может быть морс такой хлюквенный что-то вот вот такая какая-то смесь компотная газированная вот но при при этом ну я не знаю ребят но дома смотрите зрители вы находите это петёчки говорить вы делитесь телеграме у нас в соцсетях я нашел и не куплю да я нашел из выпуска на нет ну почему нет вкус и у всех разные понимаете принципе за 350 рублей это не худший вариант ну кажется кстати на 900 на 800 вот прям как наши вот прошлое нет такой же скучно не нет ребят ну послушайте миша ты давай не не говорил лишних слов я скажу так пока что пока что ни одна из этих трех бутылок не переплюнули не мысхака не кубань вино которые нам понравились прошлом выпуске и не фанагорию да то есть в прошлом выпуске из красного и белого вот прям были очень достойные вина нам не понравилось разве что кава да ну кого потом очень понравилась нашей маме наша мама прямо схватил скажу кого лучше вот забрала у нас эту бутылку вот так что вся семья была счастлива зато 1 теперь пахнет как же иногда я обязательно потом в наших группах напишу да что подумала по этому поводу наша мама и пользу случаем призываю на них подписываться у нас есть группы в телеграме она самая такая живая общительная да есть группа вконтакте менее живая есть мой канал на все это можно подписаться и что самое главное вы там можете делиться вашими находками потому что мы тут цены далеко не всегда объявляем да но мне интереснее гораздо когда люди показывают о я нашел вот вывод это показывали вот у нас перми там или в казани или еще где-то новость стоит столько-то вот сейчас акция и тут же откликаются люди которые рядом говорят спасибо бро вот сейчас зайдем или там соседнем магазине но это здорово когда люди помогают друг другу потому что сейчас не не простые времена не у всех там полно денег чтобы там себе всякие гристые покупать да вот так что делать так ну подожди я не знаю но по идее нет допивать не знаю стоит ли это сейчас так на 1 точно можно вылить на просто от по пару бокалов освободить вот знаешь вот вот у нас шампанское не выстрелило но все равно вот оно вот вот так вот так вот так ладно вот это розовый давай оставим пока потому что нам надо будет сравнивать с этим полуслабо не похоже но она лучше так слушай мы забываем пить воду мы забываем забываем я забиваю забываю вообще на самом деле сто раз говорил да что после каждой дозы алкоголя очень важно выпить водички тогда вы не опьяните еще дольше так мы переходим тоже снова возвращаемся в сегмент 800 рублей и это кава это кава которая эрегат эль падруэль вино игристо белое полусухое вот полусухого у нас не было очень давно мы очень заценим год урожая 2020 место происхождения винограда регион кава испания все красиво из винограда сортов шарелло макобео перельяда так сахара 33 грамма на цимметр кубический алкоголь один с половиной сейчас оценим сейчас оценим и поймем вдруг миша ты поймешь что полусухой твой любимый так но прям уже точно выстрелит вот это выстрелит кава боишься боится кава я вас нет она прям так выглядит как она выглядит как как убийца да как убийца глаза убить придерживай сверху кулаком я придерживаю сейчас раздвинуть это все было видно зрители вот в этом надавали интересных советов и вот не будет больше никого интерактива нас ролик почему но бутылки не будут выстреливать на движухи не будет да так сказать сами себе используете сегодня у нас сегодня у нас с тобой тихая съемка но попробуем забыть все ваши советы держи она был его водой сначала не не надо не надо вот если ты воды добавила да бы смешался испортил вкус а когда там было до этого какой-то игре стана не так сильно так ароматика по-моему никакой ну то есть вообще не знаю почему но отсутствует так миша как ты держишь бокал но аромат знаешь когда ты купил в этой стороне воду просто и ты такой наш вот казалось бы но она такая же как у тебя дома вот бесплатная но до кота бутылка полторы тысячи воды за на ты купил и ты пытаешься вне это сказать не что-то искать это гениальное вот это гениальное сравнение потому что не побоюсь этого слова я уверен что всех нас бесит цена на воду в ресторанах да то есть они пойдут на этом деньги зарабатывают но когда тебе приносят воду которая по цене сопоставимо с двумя бутылками вина в магазине но это это без привела здоровья да а вот это уже но это по-моему уже ты не зря 800 рублей но тут по крайней мере есть за что ты пока не сказал 800 рублей я хотел похвалить то есть ты бы за это как всегда дал 300 ну так ну 120 ребят это симпатичная кава точно понравится нашей маме если не сказать что шумным нам не нравится кого но это нас как бы угодила не миша не отговоришься нам не нравится кого нам не понравилась однако у который была в прошлый выпуск нам не нравится кава нет нам вообще кава нравится кава это очень хорошие напитки игристые правильные хорошие банки вот и это симпатично но она вот называется полусухая но для меня она конечно сладковата вот она прям сладковата она вот поближе к полусладкому да то есть вот сразу рот наполняется вот этой сладостью которая совершенно там неуместно ну что значит неуместная это шампанское хорошо для всех людей которые находятся на стадии познания на уровне миши и до сих пор любят полусладкий там его вам это зайдет точно да но есть не жалко что какую-то бутылку можно допить вот условно да а слушай а прошлом выпуске у нас было полусладкое тоже кубань вино да не помнишь да у нас все было вот оно тоже было лучше сильно дешевле а это кубань вино это испань вино миша это испания кубань вино это россия а чё так ну вот так но пока это вот лучшее что мы сегодня пробовали скажем так так ну все барабанная дробь все зовите к экранам ваших дедушек бабушек дам то есть моих ровесников да потому что мы сейчас будем пробовать так называемое советское шампанское напомню откуда взялось где-то там и строчные времена перестроить нет нет задолго до этого 30-е годы сталин значит сказал что у советских людей должно быть наше дешевое шампанское доступно и так далее вот и значит наши ученые там господин там фролов багреев да там придумал этот метод или я путаю вот но и но главное чтобы это был массовый продукт и доступный вот и его сделали его сделали вот производили успешно мы его пили всю всю мою молодость у нас было два вида шампана была нормальная советское шампанское там не знаю а брау или еще какой-нибудь да или просто советское шампанское ну вот оно стоило там 550 да была дешевая версия салют она называлась 2.50 да вот как салют преемники это салют плюс миша вот и соответственно ну пили нормально то есть нам ну когда мы брали за 5.50 нам казалось что это огонь да но это не было какой-то классикой но я 50 но 5 рублей 50 копеек я тебе объясню у меня стипендия но подожди подорожал до 200 за стипендия авиационном институте было 55 рублей да то есть там 40 было официально стипене у меня всегда была повышенная потому что я что-то делал в правкоме рисовал какие-то плакаты там участку выпуска ролики на первом играл в театре на общем что-то я делал мне доплачивали вот и 55 рублей это было ровно соответственно сколько там 10 бутылок шампанского да ну или там соответственно 5 бутылок шампанского если ты покупал к ним еще тортик да ну то есть вот можно посчитать сколько у меня было свидание в месяц так только сначала я прочитаю все-таки что это такое значит советское шампанское полусладкое написано кстати вот прям как на тех бутылках по красоте как раньше да да место происхождения винограда россии южный федеральный округ так состав вино на левого виноматериал из винограда сортов савиньон рислинг алиготэ шардоне сусло виноградное концентрированная мама дорогая сахар белый господи ой какой кошмар так изготовитель акционеры общественной перо почему ты говоришь кошмар ну почему ну потому потому что вот это сусло сахар то есть это просто это было это было что-то видимо уже окончательно прокисшие с кишей которые они доводили это советское шампанское но даже его так не делать изготовили акционера общество симферопольский винодельческий завод объемная доля этилового спирта 10 с половиной 12 с половиной да и цена но цена 240 рублей да ой господи друзья ну я на всякий случай скажу что за такие деньги продается игристое вино компания опять же кубань вино 40 рублей может солнечный склон называется да и ящик бенгальских огней вы можете купить о да и мы узнаем ту самую советскую пробку вот эту пластику почему наш любим подожди нет я родну такие были да вот пластиковые пробки советские времена а у нас не растет же по их либо до сих пор выпускают либо они где-то нашли это же у нас захоронение вот мне конечно это должно бакнуть а может быть и нет конечно сейчас я просто раздвину чтобы было видно вот это все сокровище так ну ладно а я думал что здесь будет другой эффект она она может вообще я смогу думаю что может она вообще не нравится да ее хрен вывернешь чего ну то того межли с ними я снял межли но не ребят я не могу достать так как вообще кстати видел что всякие советские игрушки сейчас очень долго продают на подожди но это это жесть какая-то может это советская шампанское тоже какую-то коллекцию я не могу проверку вытащить эту пробку блин это чё трясти надо как гонщики о свернул слушайте ребят у меня сильные руки но это 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 сложно открыть понятно там газа по моему вообще нет а а вот чё просто не было газа ну как-то вот и не забыли вот она положила на составе не было газа да вот 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 ну миша понимаешь ты должен познакомиться с темными сторонами нашей жизни не все у нас жизни прекрасно ой цвет сразу вот вот смотри цвет видишь желтый вот абсолютно желтый цвет это значит что это сделано из белого вина который уже умерло да вот значит это светло не фильтрованное подожди но ребят но вот стоят бутылки да ну как мне кажется это по крайней мере но нам нам не очень понравилось что они больше похожи на тихий чем на игристый но по крайней мере вы на фоне вот этих вот бутылок можете наблюдать каким является вино которое не умерло я прям сейчас поставлю два бокала чтобы вы понимали цвет вот это вот желтая да прям желтая такой извините как моча вот и вот это вот да как я бы делал окна кайскаете извините пожалуйста понятно что через через эту бутылку вы это не разглядите да потому что темное стекло но ну вот цвет да вот все это говорю говорит вот само за себя ну что он будет вкусного ну хоть немного это ты это мы сейчас узнаем на держи и кстати пузырь атака я говорил из них так нечестно и слишком долго подержал налей себе там держал перед камерой показал свидетеля тихо 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 не она отлично пенится до первые несколько секунд давай так аромат подожди нам я не успеваю давай сначала чок но не подожди выливает то миша ты чё 240 рублей но сначала я налью чтобы была пена потом мы сразу чокнемся пока она существует подожди это же нюхать надо еще а то есть не надо ну тут тут даже не резинцы знаете это ну точно варенье где-то разведенный ну короче ужас ладно давай попробуем чокнутся тебя подожди уверен что это можно пить за здоровье это уже до лизицы которые у вас в кармане сожглись я не знаю как сказать ваш здоровье да расплавились слушайте но понимаете вот у него не отразительный вкус потому что когда туда столько всего на бодяжи да то скорее всего там был какой-то все-таки грамотный мастер купажа который умудрился даже вот из просроченного вот этого желтого вина при помощи сахара виноградного сусла еще каких-то там домашних заготовок да сделать что-то по вкусу более-менее нормально но где где праздник где пузыри которые были ну просто вот это был самая высокая скорость выхода пузырей не же бедный даже выливал потому что все там нет пузырей все нету праздник очень интересно на что 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 хочется прям держать во рту но поглатывать не хочешь как-то хочется обратно в то же время очень много вкуса то есть вине хочется вот как-то посмаковать и обладно выпрыгнуть но друзья слушайте я я даже не знаю что сказать я вот честно не ожидал пятерочки такого разочарования вкус неплохой да неплохой но это нельзя говорить при денисе руденко да потому что денис руденко услышал бы из чего это сделано да он бы это просто сразу бы отправил в помойное ведро в унитаз нам канализацию вот ну просто еще долго бы прыгал на крышке этого люка чтобы оттуда это не вырвалось обратно вот но на самом деле я уже говорил да что даже из очень плохих винда можно что-то соорудить если у вас толковый мастер купажа вот но я бы конечно не советовал вам встречать новый год вот с этим потому что как известно как новый год встретишь так его и проведешь вот из всего этого ну наверное более-менее приличная была кава ну вот эти да но они неплохие но они мало мало имеют отношения только нового года и к праве эти 245 рублей не хочется ему как-то возвращать или не знаю ну то есть они главное они как бы жулики условно но они немного берут так сказать они немного берут нет нижно их нельзя называть жуликами по той причине что они делают все в рамках закона то есть на полке не попало понимаешь жулики которые лепят там не те этикетки продают что-то другое нет они не жури имею ввиду что вас обманывают но они намного но не намного у вас даже не немного тебя не ребят подожди миша вот давай будем называть вещи своими именами не будет бросаться такими словами вас никто не обманывает уж на этикетке честно написано чего это сделано мы когда прочитали мы уже предчувствовали что там будет да просто мы вот вам нашим дорогим зрителям не желаем в новом году пить вот такое вот да поэтому я бы вас пожалуй вернул во первых нет не в реальность в наш выпуск из красного белого где достойных вин гораздо больше я бы вам обязательно рекомендовал бы посмотреть две серии обзора магазина метро который мы делали с денисом руденко вот и мы там среди прекрасную девушку которая нам показала огромное количество игристых метр как раз с скидки на все это всякие новогодние предложения вы там тоже посмотрев эти ролики вы точно будете знать что искать мы мы вообще не против пятерочки если вы знаете шампанское вы просто присылать на вот это мы может не то купили просто да друзья но кстати да насколько я помню в той же пятерочки были те же самые вина от кубань вино я их просто не брал потому что мы их уже попробовали в ролики из красного и белого да и вы бы нас обвинили в ангажировании кроме того пятерочки есть вина абрау дюрсо который у нас уже много раз выпусках были которые явно лучше вот всего что стоят на столе да и мы я надеюсь что в этом году все-таки сделаем еще обзор высокой линейки абрау дюрсо если наберем донатов да вот потому что но это как бы есть у нас такая традиция вот я надеюсь что мы все-таки снимем ну и миша конечно он после его дегустации вот всего этого заслужил лакомство которого же сам себе купил я просто подумал я не хочу название показывать фирм хорошо очень мы наши шоколадку с игристым что еще нашел альпенгольд со вкусом игристого вина и клубники молочный шоколад с начинкой давай попробуем так вот шоколад умеешь ты открываешь он не стрелял там ничего не было давай надо поддерживать межле это же игристый шоколад игристое вино в шоколаде вот внезапно а надо кстати вот вот если хотите разломать шоколад красиво вот нужно вот вот так вот зачем мать я забыл от ворозе которые вот хорошо давай попробуем с этим вареньем так а это я вот не понимаю что делать в игристом шоколаде клубника вот что она там символизирует вот бери подожди я сначала избавлюсь от еды химикатов стой ну зачем ты берешь ну зачем так ты вот разломил да то есть мы видим шамбанское но пена внутри петля это пена так как чокаются шоколадом миша ну как-то так да а блин и опять не так чокать уже оставить уже совним с нормальным у нас есть нормальный подожди все вот это вроде бы а нет 2 было получите я тебе наливал вот ну да нет лучше это была као так сначала сравним просто больше будет рада наша мама который получит еще одну кау так это шампанское шампанский шоколад это обычный шоколад он просто клубничный но даже не клубничный с обычной такой химозной начинкой вот и специально состав не читал чтобы людей не пугать а сортами на же образовательный канал сорта винограда шоколад молочный альпенгольф двухслойной начинкой клубничная начинка начинка с откусом игристого вина состав сахар жир растительный масло пальмовое это ж как надо было испортить его сахар добавлять сыворотка сухая молочная сироп глюкозный какао тертое масло какао молоко сухое цельное жир молочный агент влага удерживающий вода порошок клубничный порошок эмульгаторы лицетин соевый лицетин подсолнечный молоко сушу концентрируем лимонный сок концерен сок из белого винограда стабилизаторы пектин камель ароматизаторы регулятор писал короче вся таблица медили смотрите до цели лимонный сок лимонадный сок или как там лимонный и и виноградный вот и вот вот это хотел сказать лимонный виноградный все это шампанское у вас будет шоколадный но друзья вот вы удивитесь да но реально послевкусие такое люди как будто в этот шоколад запили шампанским то есть принципе если вы в новогоднюю ночь вы не там просто кубничная при этом больше то есть если вы в новогоднюю ночь занимаетесь развозом родственников вы не пьете или еще что-то да и шоколад во первых он вам поможет да он вам поддержит силы все-таки но вы всю ночь не спите вот но при этом будет легенькое ощущение шампанского вы выпили и при этом гаишник этого не почувствует поэтому в принципе в принципе неплохой вариант вот интересно опять же да опять же изображенный здесь бокальчик шампанского он добавит ассоциации праздничный да так что меньше большой молодец что его купил огромное вам спасибо что осилили этот ролик извини что в этот раз разочаровали вот но я вам скажу что в пятерочки помимо этого есть и нормальной вина в том числе которые были у нас в прошлых выпусках и которые мы еще попробуем поэтому это не знаешь ничего не надо будет пятерочки нет просто не берите вот вот это кроме кого вот и поищите что-то другое и поделитесь наших группах да поделитесь что чертки ты не то купил. Зачем мы тебе даем донаты? Купить надо было вот это, вот это, вот это. И все было бы по красоте. Потому что в спорах рождаются истины. Споры у нас нормальные, дружеские, без наездов, без оскорблений. И главное, недлительные, потому что они решаются правильным выбором. Да, и потом люди радостно этим чокутся. Вот эти вот споры, когда они бесконечные. Еще раз спасибо, что досмотрели. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик. Чтобы не пропускать новые видео. И если у вас какие-то случайно деньги остались, не очень большие, но которые вы готовы пожертвовать, на поддержку канала буду очень признателен. Все ссылки есть в описании ролика. Если удастся прикрутить QR-код, то прикручу и можете на него навести смартфон. И не жертвуйте без текста. Вы подписывайте, что мы должны купить, чтобы мы сами что-то придумали. Мы не эксперты. Мы обычные люди. Мы можем купить что-то не то. Сейчас тебе на совет. 900 рублей. На этой мажорной ноте мы с вами прощаемся. До новых встреч. До новых встреч. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин